Девушки отдыхают Девушки отдыхают С давних пор человек придумывал, как ни о чем не забыть, ничего не перепутать Узелки на веревках напоминали, что пора отдать долг или собирать урожай Зарубки на деревьях помогали запоминать числа Позже люди придумали счеты, календари и ежедневники Сейчас стало куда проще Вещи сами обо всем напоминают Будильник поможет вовремя проснуться Громкий таймер духовки не сжечь пирог Зеленый свет лампочки индикатора показывает, что прибор включен И можно пользоваться красным наоборот Умная техника сама подскажет хозяину, что надо делать А что эти люди такие рассеивные? Чтобы умножить два на три, нужно просто сложить три двойки Гораздо труднее два умножить на девять Слишком долго складывать Поэтому в школе таблицу умножения просто учат наизусть Но здесь легкий способ умножать на девять без таблицы и калькулятора Допустим, тебе надо умножить три на девять Положи ладони на стол перед собой Отсчитай слева третий палец и загни его Теперь смотри Слева от загнутого пальца осталось два А справа семь пальцев Соединяем два и семь Получаем двадцать семь Понял? Ха! Контрольный пример Сколько будет семь на девять? Тут шесть А тут три Правильно! Шестьдесят три Вокруг Солнца вращается не только Земля, но и другие планеты Люди этого и представить не могли Пока у них не появился телескоп Тут астрономы разглядели, как устроена Солнечная система Ближе всего к Солнцу маленькая планета Меркурий За ней Венера, наша Земля, потом Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и дальше всех Нептун Так неужели жизнь есть только на нашей Земле? Увы, на остальных планетах пока не нашлось даже микробов, не то что людей Но очень хочется верить, что в далеком космосе кто-то смотрит сейчас в телескоп И так же, как мы, мечтает найти братьев по разуму Вокруг нас миллионы невидимых микробов В том числе тех, что могут вызвать болезнь Но микробы не страшны, если соблюдать простые правила Есть только мытые фрукты и овощи Поддерживать в доме чистоту И тщательно мыть руки с мылом Желательно с антибактериальным И каждый день Антибактериальное мыло защищает несколько часов после смывания Оно не только очищает руки, но и не дает микробам размножаться Среди микробов есть и полезные Одни бактерии помогают делать из молока кефир и творог Другие используются для очистки воды Даже внутри человека живет много полезных бактерий Они помогают переваривать пищу Машины, как и люди, иногда болеют У них может подняться температура Они даже могут начать кашлять и чихать А если какая-то машина или прибор заболели серьезно То их бывает уже бесполезно чинить Так может быть лучше не доводить технику до серьезной болезни Всем известно, что люди, которые следят за своим здоровьем Редко болеют и долго живут Так техника, она ломается меньше и живет дольше Если о ней заботятся Машины и приборы нужно периодически проверять Чистить и смазывать Это называется профилактика Вот о чем в первую очередь должны заботиться и люди, и фиксики Не все металлы притягиваются к магнитам В этом легко убедиться на опыте Возьми магнит У тебя в доме на холодильнике он наверняка есть И попробуй поднести его к разным металлическим предметам К ложкам, гвоздикам, монеткам И заметь, что есть металлы, которые притягиваются магнитом очень хорошо Некоторые притягиваются слабее А есть и такие, которые с магнитом не дружат вообще Проведем опыт Возьмем два сосуда и нальем в них воды В один побольше, в другой поменьше Теперь соединим их трубкой, чтобы вода могла перетекать Видите, вода потекла, потекла и остановилась В обоих сосудах на одной высоте И так происходит всегда Если край воды на одном конце трубки мы приставим к какой-то отметке То на другом ее конце вода покажет нам ту же высоту А знаете откуда берутся мыльные пузыри? На поверхности любой жидкости есть невидимая пленка Тонкая, но прочная Хотите ее обнаружить? Налейте в стакан до самого края обыкновенную воду А теперь опустите в него монету Только осторожно, ребром Еще одну, еще, еще, еще Видите? Вода не выливается, а поднимается горкой Воду удерживает та самая пленочка Или как говорят, сила поверхностного натяжения Благодаря этой пленке вода собирается в капли Она же помогает выдувать мыльные пузыри Мыло в воду добавляют, чтобы пленка была более прочной Но мыльные пузыри все равно лопаются Чертеж Это не просто рисунок Он должен точно описывать вещь, которую нужно изготовить Для этого необходимо чертить аккуратно И все размеры указывать цифрами И еще Если вещь сложная, ее надо показывать на чертеже с трех сторон Впереди, сбоку и сверху Видишь? С каждой стороны она выглядит по-разному Чтобы работу не переделывать, учись правильно чертить В ясную ночь хорошо искать на небе созвездие Проще всего увидеть большую медведицу Правда, она похожа на ковш И если через край ковша провести прямую Найдем яркую полярную звезду Это созвездие Малой Медведицы Чуть дальше Кассиопея Похожая на букву А вот сверкают три звездочки рядом Это пояс Ориона Проведем через них линию И найдем Сириус из созвездия Большого Пса Самую яркую звезду нашего неба А с другой стороны звезда Альдебаран созвездительца И это только самые заметные звезды А сколько их на самом деле во вселенной Даже вообразить невозможно В шахматах у каждого игрока своя армия Восемь пешек Два коня Два слона Две ладьи И ферзь Но главная фигура Это король Свои фигуры его защищают А не приятельски атакуют Если на короля напали И в следующем ходу Могут его съесть Это называется шах А если королю при этом Еще и некуда бежать Это уже мат Кто поставил мат чужому королю Тот и выиграл Игры, музыка, мультфильмы Много интересного есть в интернете Но там, как и в обычной жизни Надо соблюдать несколько правил Посещай только те сайты, которые знаешь Иногда за красивой картинкой Может скрываться вирус Да и обманщиков в интернете хватает Поэтому не стоит рассказывать всем подряд Где ты живешь Или отправлять смс-ку Чтобы скачать игру А если тебе пришло письмо Или сообщение от незнакомых людей Сразу покажи родителям Общайся только с теми, кого знаешь Только не сиди целыми днями в интернете Ведь нет ничего лучше прогулки с друзьями На светом воздухе Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok